Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам» и я, ее ведущая, Галина Топилина. Мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют многих и могут коснуться каждого. Сегодня мы продолжаем говорить о кинотерапии психологии. С нами в студии по-прежнему Сергей Березин, психолог, доцент кафедры социальной психологии Самарского университета. Здравствуйте, Сергей Викторович! Здравствуйте! В прошлом нашем выпуске мы поговорили о том, что такое кинотерапия в целом, как формируется фильмотека терапевтическая. Но сначала я все-таки хотела спросить, что такое кино в целом, как продукт с точки зрения психологии? Ну, кино является продуктом нескольких очень интересных процессов. Понятно, что на съемочной площадке есть режиссер. Понятно, что есть сценарист, который пишет сценарии. Есть оператор, от работы которого очень многое зависит. Вот это очень многое, зависящее от операторской работы, не всегда понятно зрителю. Но согласитесь, что в зависимости от того, как падает свет, каков ракурс, какова дистанция, мы можем увидеть совершенно разные эмоции на лице героев фильма, на лице героев фильма и по-разному увидеть их движение в кадре. Казалось бы, кино создается режиссером, сценаристом, оператором, актерами, безусловно. Но при этом каждый из них вносит что-то свое. Что-то свое не всегда запланированное режиссером, сценаристом или самим актером. Очень часто люди, имеющие отношение к кино, и режиссеры, и артисты рассказывают о том, как спонтанно на съемочной площадке во время съемок появляются какие-то идеи, фразы или движения, или какие-то развороты событий, которые точно входят в фильм. Вот эта спонтанность – это не просто творчество. Это продукт активности индивидуального сознания и индивидуального бессознательного. И в этом смысле кино – это, с одной стороны, продукт сознания индивидуального режиссера, сценариста, актеров, оператора, но в том числе и продукт их индивидуального бессознательного, который точно проявляется, когда люди снимают кино. С другой стороны, творческий коллектив – это группа, в которой есть и групповое сознание, и коллективное бессознательное, и групповое бессознательное. И в этом смысле фильм – это всегда продукт очень сложного, тонкого, не всегда понятного и не всегда объяснимого взаимодействия коллективного сознания, коллективного бессознательного и индивидуального сознания, индивидуального бессознательного разных людей. Каждый фильм, как готовый продукт, содержит в себе присутствие вот этих разных сознаний и разных бессознательных. И мы можем исследовать творчество, допустим, режиссеров, сценаристов. И если посмотреть ретроспективу фильмов определенного режиссера, то это будет не просто история его творчества, а история его души. История его личностного, душевного или даже духовного развития. То же самое можно сказать и про сценаристов. Если мы посмотрим ретроспективу фильмов, которые создал один и тот же сценарист, это будет не столько про динамику его творчества, сколько про динамику его личности, которая воплощается в его творчестве. Так что фильмы – это очень интересные объекты для исследований в том числе. Особенно, наверное, если какую-то одну и ту же историю сняли разные съемочные группы. О, это вообще удивительная вещь. Вот есть фильмы, которые я называю фильмы «Антитезы». Что такое фильмы «Антитезы»? Это фильмы с одним и тем же сюжетом, но снятые разными съемочными группами. Разными режиссерами, сценаристами и так далее. Ну вот представьте себе такой сюжет. Супружеская пара, супруги живут вдвоем. Детей либо нет, либо дети уже давно выросли. Достаточно большой стаж супружеских отношений. Они уже неплохо знают друг друга. Их быт стабилен, налажен, все хорошо. И вдруг жена внезапно умирает. И после ее смерти ее муж узнает, что у нее был любовник. Мужчина в бешенстве. Он пытается понять, что бы это было такое. Это вы содержание фильма какого-то описываете? Это содержание двух фильмов. А, понятно. Один из них снят в Голливуде, а другой снят у нас в стране. И это фильмы с одним и тем же сюжетом, но сняты в совершенно разных культурах. И в совершенно разных кинематографических традициях. И очень интересно посмотреть, как развиваются динамики одного и другого фильма. И тогда, если я их сравниваю, вот эти фильмы-антитезы, я получаю возможность понимания разности культур, в которых два эти фильма создаются. Или, например, фильм, в котором мужчина оказывается в любовном треугольнике. У него есть жена, и у него есть внебрачная партнерша. И вот этот мужчина мечется между женой и любовницей. И не знает, кого выбрать. И страдают все, и жена, и любовница. В конце концов, он расстается и с той, и с другой. И почти выдохнул, но тут возвращается жена. А тут еще и звонит его любовница. И начинается бег по кругу. Такой своеобразный марафон. Но есть другой фильм, где мужчина оказывается в любовном треугольнике. И точно так же мучительно, больно пытается самоопределиться в нем. И все-таки делает свой выбор. И остается с той, кого он выбрал. Два разных фильма, с одним и тем же сюжетом, но с совершенно разными исходами. И это потрясающая вещь. Работать с такими фильмами всегда интересно. И исследовать такие фильмы тоже интересно. Потому что это уже не столько про кино, сколько в большей степени про человеческую жизнь. И особенности вообще человеческого существования. А вот еще в тему кино как продукта. Кино это ведь всегда игра актеров и монтаж. Да. Не получается ли такого, что на монтаже какие-то вот вещи такие вырезаются, которые приходится додумывать и может исказить эффект от кинотерапии? Нет, такого не происходит. Кстати, вот когда вы говорите, что при монтаже какие-то вещи исчезают из фильма, и зрителю приходится додумывать. Вот это одно из достижений, как мне кажется, советского кинематографа, где очень многое оставалось в подтексте. И вообще советский кинематограф с его школой, мне кажется, очень уважительно относился к зрителю. Особенно вот фильмы 60-х, 70-х, отчасти даже вот начала 80-х годов. Где зрителю действительно приходилось очень много думать о том, что происходило. И я вижу в этом колоссальное уважение к зрителю. Вот. А насчет монтажа. Вот представьте себе, человек прожил 70 лет. Но с самого рождения, до момента завершения его жизни, за ним, незримо не вмешиваясь ни во что, шел оператор и снимал все, что с ним происходит. Потом это отдали режиссеру. И он вырезал из этих 70 лет непрерывной съемки часы, когда человек просто спит, и с ним ничего не происходит. Осталась одна треть. Затем он вырезал из этого фильма время, когда человек просто едет на дорогу, на работу, и с ним ничего не происходит. Потом, когда человек занимается какими-то бытовыми вещами, и с ним ничего не происходит. Мы получили бы, ну, часов пять, наверное. И вот если бы из этих пять часов показать человеку пять часов его жизни, фильм, из которого вырезали все пустое и скучное, человек очень многое про себя понял бы. Человек имел бы возможность по-другому взглянуть на свою жизнь. Значимые события в жизни человека отставлены иногда так далеко друг от друга, что мы не можем уловить причинно-следственную связь. Например, человек, женщина, не доверяющая мужчинам, где-то в глубине души, вряд ли самостоятельно сможет уловить причинно-следственную связь между таким отношением к мужчинам и разводом ее родителей, который произошел тогда, когда ей было пять лет. А если ей показать такой фильм, то, скорее всего, она сможет такую причинно-следственную связь увидеть и переосмыслить. То есть это как раз монтаж, это преимущество, да? Конечно. Помогает увидеть основное. Да, это потрясающий, потрясающий прием кинематографу. Такого приема нет в театре. Как проходит сеанс кинотерапии? Вы уже в прошлом выпуске рассказывали о том, что собирается группа, там, 10 или сколько-то человек, во главе с психологом. Ну, я здесь точно не глава. Хорошо. Вы включаете им кино. И человек, который инициирует дискуссию и поддерживает ее. Так, вот все смотрят кино. Все смотрят кино. И затем начинается обсуждение про группу. Как формируется эта группа? Ну, вроде как понятно, что по-возрастному, да? Какому-то критерию. Может быть, еще какие-то есть. А сегодня мы решаем конфликты в семье. Это могут быть группы для взрослых. 18+. Но это могут быть и детские группы. Я знаю своих коллег, которые великолепно работают с детьми. Именно используя метод кинотерапии. А там уже мультфильмы, наверное, да? Или все-таки кино? Не всегда есть хорошие фильмы. Детское кино. Есть замечательное детское кино, которое дает детям такие возможности для красивого и бесконфликтного взросления, которое иногда бывает настолько терапевтичным, что даже трудно себе поверить. Да. И здесь группы иногда формируются по взрослому критерию. Но также есть смешанные детско-родительские группы, где мы смотрим фильмы, в которых есть сложности отношений детей и родителей. И тогда вот эта совместная дискуссия по поводу фильма иногда открывает родителям секретный мир детской души. И точно так же показывает детям, как трудно его родителям с ним обходиться, когда он подросток. То есть по проблеме, да, собираются? И фильм тоже подбирается потом. Это могут быть тематические группы, например, группы для предпринимателей и бизнесменов, где в фильмах хорошо показаны особенности организации, организационного поведения, организационного стиля. И это тоже прекрасный материал для анализа. Какие-то возрастные ограничения есть? Ну вот про детей начали говорить. Вот самый минимальный возраст. Это возраст, когда хорошо работает кинотерапия. Кстати, и с мультфильмами неплохо. Когда у ребенка появляется способность к развернутому ответу и к наблюдению своих эмоций, и к их выражению. То есть это, если говорить о фильмах, примерно начиная с младшего подросткового возраста. До этого времени можно смотреть мультфильмы. Это тоже интересно. Я хотела было сказать с трех лет. В три года можно смотреть мультфильмы. Некоторые уже в этом возрасте развернуто могут рассказывать о себе, о своих эмоциях. Как происходит обсуждение после просмотра фильма? Есть какой-то список вопросов, которые задает психолог или что? Обсуждается содержание фильма? Не поверите. Этих вопросов всего три. Вот люди посмотрели фильм, и, допустим, я, как ведущая группы, произношу что-то типа «Ну вот, давайте сейчас поговорим о кино и о том, что каждый из вас увидел. Кто хотел бы начать?» Это первый вопрос. Первый вопрос. Посмотри, он совершенно нейтральный, он совершенно неконкретный. Человек что-то говорит. И второй вопрос звучит так. А как вы это увидели? Что из того, что есть в фильме, позволяет вам так говорить? А это надо смотреть и записывать? Как можно запомнить все, что происходит в фильме? Ну, я предлагаю записывать только имена действующих лиц, для того, чтобы мы могли оперировать их именами, а не строить там длинные конструкции. Вот тот мужчина, который пришел к той женщине, которая была в красной шляпке. Андрей, который пришел к Татьяне. Так проще. Вот. И третий вопрос. Это есть ли кто-то, кто увидел это по-другому? То есть, на самом деле, вопросов, которые я как психолог, работающий из группы, использую, их не так много. Это вопросы, либо побуждающие и поддерживающие дискуссию, есть ли другая точка зрения? Может быть, есть кто-то, кто хотел бы добавить? Может быть, кто-то увидел по-другому? И вопросы, направленные на то, чтобы люди постепенно начинали видеть в фильме факты, а не свои проекции. Ну, например, вот человек говорит, мне кажется, главный герой героиню не любит. Я обязательно спрошу. А что ты увидел такого, что позволяет тебе так говорить? Как ты это увидел? И если он мне не скажет об этом, то, скорее всего, это его домыслы, его фантазии, что он ее не любит. Потом, мы ведь все любим по-разному, правда? Один любит тем, что говорит все время. Я тебя люблю, я тебя люблю. Другой молчит, но много делает. И тогда вот сам этот разговор про то, кто кого и как любит, мне кажется, очень полезная штука. А что дает этот анализ и прочтение фильма, и обсуждение фильма? В чем терапевтическое свойство этого всего? Когда-то был такой замечательный психолог Альфред Адлер. Он, кстати, не очень популярен. Про него психологи знают, но он как бы не очень популярен. Он говорил о том, что у каждого человека складывается свой, свой глубоко личный и уникальный способ выживания, жить. И как часть этого способа, стиля жизни, как часть этого стиля жизни и способа адаптации, выживания, формируется схема восприятия. Что это значит? Это значит, что мы видим жизнь и события вокруг себя не так, как они происходят, а так, чтобы в них выжить. Так, чтобы по максимуму в них как-то состояться, ужиться, комфортно, спокойно, хорошо, безопасно. то есть наша психика, помимо нашего сознания, какую-то часть реальности просто отсекает, ну, чтобы сохранить статус-кво нашего «я», нашей личности. и этот способ жизни иногда приводит нас в жизненные тупики. Приводит нас к каким-то сложным ситуациям. И это значит, чтобы из этого тупика выйти или чтобы больше в него никогда не попадать, я должен поменять стиль жизни и, как его часть, схему восприятия реальности. Так вот, работа с фильмом, когда я говорю, как я это увидел, и когда с помощью группы я могу увидеть это по-другому, дает мне возможность менять мое восприятие действительности, а значит, и выбирать другие способы реагирования. Если я прихожу домой, и моя жена говорит, слушай, что ты опять задержался? Моя привычная реакция может быть, а куда мне торопиться? Кто меня тут ждет? Вот мы с ней поругались и разошлись по разным комнатам. Но если после кинотерапии я прихожу домой и слышу, что ты опять задержался? И реагирую не так, как обычно. Я говорю, ну, сегодня так получилось, но завтра точно будет по-другому. Или после кинотерапии я прихожу домой пораньше, и жена говорит, как я рада тебя видеть. Мы больше времени проведем вместе. С этого момента наша жизнь точно может поменяться. То есть кинотерапия помогает справиться со стереотипным поведением. Это вот оно? Да. Со стереотипами, источники которого, со стереотипами, источники которых мы часто не понимаем, просто не осознаем, даже не замечаем. Выйти из шаблона какого-то, да, в который мы зашли, в замкнутый круг. Я бы сказал, выйти за пределы сценария жизни. Вот, за пределы сценария, да. А можно ли кинотерапию провести дома, сидя на диване, ну, в домашних условиях, не посещая группу терапевтическую? Да, иногда так бывает, что люди используют фильмы не только в контексте кинотерапевтических групп или терапии. Ну, кстати, нужно сказать, что, допустим, часто люди, вместе прошедшие кинотерапию, после того, как группа заканчивается, продолжают собираться вместе и сами смотреть фильмы и работать с ними. Это уже такая дружеская компания, которая живет без психолога, и психолог им там уже давно не нужен. Но даже если человек не ходил на кинотерапию, но заинтересован в личностном росте, он может использовать кино как инструмент своего личностного развития. Вот как смотреть кино, чтобы это было терапевтично, чтобы расти личностно? Да, нужно посмотреть кино, а потом спросить себя, что я увидел в этом фильме? и попытаться самому себе ответить на этот вопрос. А потом задать следующий вопрос. Как я это увидел? Вот как я увидел то, что я увидел? Какие факты в фильме говорят мне об этом? Какие события в фильме говорят мне об этом? Очень важный вопрос, который зритель может задать себе. что делает герой фильма, в результате чего его жизнь меняется? Вот обратите внимание, не что происходит с ним, потому что происходит, как будто бы здесь нет меня, как автора жизни. А что герой делает такого, в результате чего его жизнь меняется? И если зритель отвечает себе на эти вопросы, он точно может что-то из этого взять для самого себя. Что делает герой, в результате чего его жизнь становится другой? Если меня интересуют изменения в моей жизни, я могу сделать что-то подобное. Например, поехать к брату, с которым не виделся десятки лет, только лишь потому, что когда-то в молодости мы поссорились. Приехать и сказать ему, здравствуй, брат. А может ли кинотерапия быть методом диагностики каких-то, может быть, нарушений в психике? Может ли в этом восприятии быть что-то, ну, такое указывающее, что там искажение у человека в восприятии? Вот что указывает на это? Плохая новость в том, что искажение есть у всех. Ну вот да, все же произведения искусства, они через как призму личностных вот этих вот качеств воспринимаются. Хорошая новость заключается в том, что мы можем работать с этими искажениями, повышая точность наших наблюдений, восприятия реальности и так далее. Так а где грань между этим личным восприятием и искажением, которое уже указывает на что-то, что что-то не то в психике? А вот эта грань обнаруживается как раз в процессе дискуссии. В ситуации, когда вы говорите, я увидела вот так, а я говорю, я увидела вот так. Ну, это просто разные взгляды. И если у нас есть посредник, он обязательно спросит, Галина, а как ты это увидела? И тогда вы расскажете, как вы это увидели. Если вы в вашем понимании опираетесь на факты фильма или жизни, то тогда, скорее всего, ваше восприятие более рационально, более адекватной ситуации. Если нет, то нет. Мы часто ведь интерпретируем события, вместо того, чтобы их просто наблюдать. Мы их для себя объясняем, и эти объяснения не всегда соответствуют самим этим событиям. Все-таки в целом кинотерапия, это как вот я начала программу, а кинотерапия, о том, что это способ расслабиться, это хобби, приятно провести время, что на самом деле кинотерапия, это все-таки совсем другое направление. Это не справиться со стрессом, это не про это, а это про то, что надо сидеть внимательно, смотреть и анализировать. Да, и в результате стрессоустойчивость повышается, и тогда это справится со стрессом. Все-таки это так работает. В том числе. Какие навыки, может быть, развивает кинотерапия, кроме внимательности, усидчивости и анализа? Как раз в меньшей степени усидчивости кинотерапия хорошо развивает навыки наблюдения. Наблюдать за тем, что происходит вокруг тебя. навыки восприятия фактов. Факт в том, что я родился. Факт в том, что у меня были родители. Факт заключается в том, что они дали мне жизнь. Факт заключается в том, что они меня вырастили. Факт заключается в том, что достигнув определенного возраста, я от них ушел. Факт заключается в том, что, к сожалению, их уже нет. Это факты. Смотрите, как могла бы звучать моя история. Я родился в ужасных условиях, у меня были отвратительные родители. Они все время игнорировали мои потребности. Мама меня недолюбила, а папа мной вообще не занимался. Мама меня не любила, а папа не занимался. Ну, что, глядя на меня, вы в это поверите? Если мной не занимались и меня не любили, да я бы не выжил. Я бы помер где-нибудь в тоске душевной. И вот я работаю с фактами, а не с их интерпретациями. И когда люди начинают видеть факты своей жизни, это совершенно, это формирует совершенно другое отношение к ним. Моего мужа вечно нет дома. Ну, слушай, это звучит как катастрофа. Но это же не так. Мой муж приходит с работы позже, чем мне хотелось бы. А это твой муж? Он знает о том, что тебе хотелось бы, чтобы он приходил пораньше? Или не знает? Знает. Я ему об этом говорю. А как? Я ему говорю, у тебя вечно нет дома. Вот. Вот в чем искажение. А когда мы работаем с фильмами, мы постепенно учимся видеть факты и называть вещи своими именами. Так что кинотерапия учит не усидчивость и не только анализу. она учит способности видеть жизнь такой, какая она есть. И принимать чувства, которые она вызывает. Сергей Викторович, спасибо большое за интересный рассказ о кинотерапии. Я думаю, что наши телезрители очень много интересного, полезного, узнавательного узнали о кино. И, возможно, просмотр следующего фильма уже какими-то новыми окраситься. Я надеюсь, что... Красками, решением обсуждения. Я бы очень хотел. Я надеюсь, что люди будут больше смотреть кино, больше читать книг и больше об этом обо всем разговаривать. Спасибо большое. А на сегодня это все. Мы увидимся через неделю. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok